Приветствую вас! Давайте мы начнем с вами с того, что скажем, значит, о необходимости мотивации, о необходимости и стимула для того, чтобы найти работу. То есть, в принципе, сейчас вы не написали, где вы живете, вы не написали даже свой имени и, собственно, сверх своей деятельности, хотя это очень важно. Тем не менее, результат заключается вот в чем. Необходима мотивация для того, чтобы найти работу. Видите ли, если вы в начале, если вы поначалу, вероятно, работу найти не могли именно сами. То есть, вы не могли найти работу, потому что у вас действительно не было возможности. То сейчас есть большая вероятность того, что вы уже привыкли к тому, что вы не работаете, и не можете найти работу именно по той причине, что вас, и где-то в глубине души вы это понимаете, устраивает то, что есть у вас сейчас. Ну, то есть, вы можете позволить себе не работать, вы можете позволить себе не заниматься какой-то деятельностью, да, и так далее. Почему? Почему вы можете себе это позволить? Возникает вопрос. И ответ на него, на мой взгляд, именно в том заключается, что у вас недостаточная мотивация. Недостаточная мотивация для того, чтобы, ну, собственно говоря, или искать работу, или найти ее и просто работать. Какая-то проблема в том, что вы не очень понимаете, зачем вам это нужно вообще, чего вы хотите для себя. То есть, вы не отдаете себя все ко в том, зачем вам вообще работать. Нету понимания этого. Если этого понимания у вас нет, то тогда ничего удивительного в том, что вы до сих пор работу не нашли. Потому что, либо цель собственной реализации, либо цель получения денег в средств, ну, собственно, в средств существования. Вопрос, который вам нужно задать, звучит так. Работа для вас это что? Для начала. Для начала и по факту, что для вас, есть суть работы. Как вы ее воспринимаете именно, вот, для себя. Что она для вас, значит, может быть, да? Постарайтесь ответить себе на этот вопрос точно. И подумайте, собственно, что вам мешает. Ну, вот, предположим, вы хотите начать работу, да? Просто вот, самое элементарное. Вы хотите начать работу, но вам что-то мешает. А что мешает, собственно говоря? Давайте попробуем подумать о препятствиях, которые стоят на пути к тому, чего вы хотите. А для начала нужно определить, чего же вы, собственно говоря, хотите-то вообще. Потому что, пока, есть ощущение, по крайней мере, у меня, что вы сами не отдаете себе особо в том, чего вы хотите. Вот, я думаю, что так можно ответить вам на вопрос в общих чертах. Потому что, если вы не можете найти себя, то нужно определить ваши сильные и слабые стороны, ваши склонности, ваши увлечения. И там уже думать, как это все можно скорректировать и скомбинировать так, чтобы это все начало помехать вам доход. Если что-то тормозить, то нужно определить, с какого момента вас началось тормозить, какие обстоятельства анализировать, обстоятельства анализировать ваши отношения с людьми, отношения к себе и так далее. Возможно, будут выявлены причины, по которым вы, как раз таки, и тормозитесь. Только так, на самом деле, можно вам помочь. И еще немаловажную роль играет ожидание. То есть, чего вы ждете от своей работы, чего вы хотите от нее получить, какие у вас притязания в этой сфере, какие у вас требования и так далее. Но, вообще говоря, самый главный вопрос, который вам нужно себе задать, это то, что для вас есть в работе. Какое оно несет значение для вас? Для одного человека это следствие реализации себя, для другого человека это заработать. Вот с этими приоритетами вам нужно определиться для начала. Там дальше, я думаю, будет видно, в какую именно сторону, в какое направление вы будете стремиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!